Должностное лицо одной из мозорских строительных организаций подозревается в том, что он воспользовался служебным положением и украл дорогостоящие оборудования – электрический двигатель. Продал его, а вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению. Оперативники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявили факт кражи и нашли виновного. Сотрудниками МОЗОСКОР ОВД в ходе проведения комплекса оперативно-народных мероприятий, направленных на выявление тяжких преступлений экономической направленности в сфере Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, была получена оперативная информация о том, что на одном из предприятий крупных города Мозыря, на одной из производственных установок отсутствует дорогостоящее электрооборудование на сумму более 60 миллионов рублей. Данная информация в ходе проверки нашла свое подтверждение. В ходе мероприятий, направленных на установление виновного лица, был установлен работник данной организации, который в ходе проверки свою вину признал. Следователи возбудили уголовное дело. Если вина работника будет доказана, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. В производстве Мозырского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по части 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это завладение имущества путем злоупотребления служебным полномочиям, совершенное в крупном размере. Установлено, что житель города Мозыря, являясь должностным лицом одного из строительных предприятий, совершил хищение имущества на сумму более 60 миллионов рублей. В настоящее время в ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал свою вину полностью, в содеянном раскаялся, указанный ущерб возместил в полном объеме. Подозреваемый в хищении на своем предприятии характеризуется весьма положительно. Работает несколько десятков лет. Среди коллег пользуются авторитетом. Кстати, они активно встали на его защиту. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь. Продолжение следует...